Добрый день! Пока новые головоломки потихоньку едут почтой, я достал из полочки кое-что из старенького, что еще не обозревал. И это Flower Minx. Похож на Megaminx 2х2, но не совсем такой. Оригинал от Meffert, который был произведен лет 12 назад, наверное, повторял Kilaminx. Сейчас возьмем Kilaminx от компании Mojo, к примеру. Это такой же Dodecaidra 2х2, у которого 12 цветов. И Flower Minx от Meffert, если я не ошибаюсь, был аналогичным, но вот в такой форме. То есть у него 12 цветов, но вот такой вот рисунок на грани. Но от Meffert я уже давно не видел в продаже, зато есть вот такой вот, от компании Heshu. И разница в том, что здесь цветов меньше. Их 6. У меня версия из белого пластика, поэтому здесь присутствует черный. Наверняка на версии из черного пластика вместо черного будет белый. Ну вот здесь тут черный и напротив черный, оранжевый и напротив оранжевый. А у Kilaminx напротив белого серый, напротив оранжевого красный и так далее. То есть цветов 12. Собираются они, конечно, похожим образом. Но оригинальный Flower Minx будет собираться точно так же, как Kilaminx. А версия от Heshu будет чуть поинтересней. Ну и сейчас мы на примере посмотрим, в чем же разница. Перемешаем и тот, и другой. Это Kilaminx или Kibiminx, как его модно стало называть в последнее время. И Flower Minx. Он чуть покрупнее, чем классический Kilaminx. И вращается похуже. По-громче. Заедает. Но надо его разработать. Я сделал всего несколько сборок. Думаю, вращение должно улучшиться. Вот так они выглядят в перемешанном состоянии. Ну, для начала соберем Kilaminx. Находим один уголок. Рядом с ним ставим похожий. Находим еще какой-нибудь беленький. Так. Этот можно поставить сюда. И еще один белый. Собрана одна грань. А все уголки разные. Хоть имеет общие цвета. Дальше я привык сначала ставить этот зелено-фиолетовый. Потом к нему какой-нибудь. Такой. А может было не разбивать. Оп. Это не то. Не ставим, перепутал. Сначала этот. Теперь вот этот. Так. Разворачиваем. А можно, конечно, собирать Kilaminx столбиками. Ну, мне вот так вот удобнее. Так. И остается совсем чуть-чуть. Когда-то я тренировал его на скорость. Она вот немножко подпропал. Собираем OLL и PLL. Вот так. Ну, можно без OLL и PLL собирать более простыми алгоритмами. Как это делать, я сейчас покажу на Flower Minx. На Kilaminx мы начинали с белого. Тут вместо белого черный. Допустим, вот этот уголок. Черно-зелено-синий. С него начнем. Значит, рядом нужно поставить черно-синий какой-нибудь. Вот есть черно-синий. Ставим рядом. Черные цвета совпадают. А вот эти нет. Но он черно-синий. А просто у нас черная грань-то есть и напротив. Поэтому нужно поискать другой. Черно-синий. И вот уже все не так быстро. Нахожу вот этот черно-синий. Ставлю. Кажется, что все хорошо. Черный-синий совпадает. Можно радоваться. Но вот эти цвета одинаковые. Они должны быть разные. Значит, нужно еще искать черно-синий. Где же его найти? К примеру, вот такой. И вот так вот нужно либо просчитывать, либо перебором с углами. Есть некоторая сложность. Дальше должен быть черно-оранжевый. И желательно без синего. Вот черно-оранжевый. Но он с синим. Мы поставим рядом. Будет смотреться красиво. Но синий цвет тут уже есть. Мы дальше уже не соберем. Ну или найдем элементы, но они будут за другой гранью. Значит, нужен другой черно-оранжевый. К примеру, вот такой. Он черно-оранжевый. Собираем дальше. Здесь должен быть черно-красный. Он где-то здесь поблизости есть. Но он опять с оранжевым цветом. То есть, зеркальный этому не подойдет. Но черно-оранжевый есть еще. Но он не тот. А, нам черно-оранжевый и черно-красный нужен. Черно-красный. Вот этот, но развернутый. Не подходит. А где еще? Черно-красный. Черно-красный-оранжевый не подходит. Тут нет. Тут, тут потерялся. Черно-красный. А, это он же. Вот он. Стоял на самом видном месте. Ну и последний уколок уже попроще. Здесь известны все три цвета. Черный, желтый, зеленый. Черный, желтый и зеленый. Ищем такой. Есть подобный набор. Подводим поближе. Обратным клифф-клафом сюда ставим. И вот первый слой собран. Так как здесь расцветка для меня не самая знакомая. Поэтому я собираю не как киломинц. А вот с самым простым методом. Столбиками. Значит нужно вот сюда поставить зелено-желтый элемент. Вот здесь. Зелено-желтый. И причем этот зелено-желтый должен быть без черного цвета. Так как черная грань должна быть напротив. А не здесь. Ищем зелено-желтый. Зелено-желтый. Вот какой-то зелено-желтый. Просто подводим его поближе. Ну не той стороной. Надо развернуть. Как развернем? Ну как-нибудь. Вот так. Еще. Подошел. То есть два цвета подошли. И этот не черный. Неплохо. Над каждым углом с черным цветом. Надо поставить уголок без черного цвета. С теми же цветами. Сюда. Желтый-красный. Желтый-красный. Вот этот желтый-красный с черным цветом. Вот этот желтый-красный без черного. Да. Но без черного тоже может попасться две штуки. Не туда. Вот сюда. Надо развернуть. Ну пока повезло. Вот эти цвета совпали. Один угол. Второй угол. Вот у нас черное собрано. Сюда. Оранжево-красный элемент. Он похоже стоит на месте. Просто его развернем. Недостаточно. Вот разворачиваем. И мы видим, что зеленый цвет как раз напротив черного, где должен быть. А вот эти наоборот. Потому что каждая грань у нас повторяется. То есть две черных, две красных, две зеленых грани. И значит этот элемент не из этого места, а из зеркального. Поэтому в другом порядке здесь цвета. Ищем точно такой же, но цвета, чтобы по-другому стояли. Оранжевый, красный, зеленый. Вот он. Подводим поближе. Так. И сразу развернем. Вот теперь все подошло. Три цвета. Зеленый напротив черного. Сюда оранжево-синий. Без черного должен быть. Вот какой-то. Подводим. Все совпало. Ну и на последнее место. Зелено-синий. Зелено-синий. Ну, мы видим, что если вот так вот его повернуть, то цвета будут наоборот. Значит, лучше сразу поискать другой. Другой. Вот здесь. Ну, интуитивными движениями ставим все на места. Вот мы собрали первый слой. И к нему он получается как бы второй. Над каждым углом черным поставили еще один угол с теми же цветами, но без черного. Ну, а теперь нужно заполнить третий слой. Вот эти уголки. Мы делаем это как на 3 на 3, на обычном. Находим на верхней грани. Она будет черная. Значит, на ней не должно быть уголков без черного цвета. Вот этот. Желто-зелено-оранжевый. Он не должен быть на верхней грани. Значит, его нужно поставить вниз. Где его место? Ну, должно быть рядом желтый, зеленый и оранжевый цвета. А зеленый, красный, оранжевый. Не те. Здесь желтый, синий, оранжевый. Нет. Зеленый, красный, синий. Желтый, оранжевый и зеленый. Вроде похоже место. А нижний цвет оранжевый. Вот оранжевый цвет. Можно сделать 3 пифафа. Либо другой аналогичный алгоритм. Вот встало на место. Вот этот. Красно-зелено-оранжевый. Где-то рядом должен быть. Нижний цвет красный. Красный справа. Делаем 3 движения. И что мы видим? Здесь должен быть не такой. Здесь должен быть синим цветом. Вот этот. Красно-зелено-синий. Ну, просто поменяем. Теперь подходит. Теперь желто. Синий-оранжевый должен быть здесь. Вот такой. Двигаем поближе. И ставим на место. Ну и смотрим, что осталось. Вот этот зелено-оранжево-красный. Сюда должен подойти. Так. И остался последний, пятый. Вот он без черного цвета. Синий сверху. Можно как-нибудь вот так его поставить. Что получилось? Верхний слой не собранный. А остальные три собраны. Чтобы расставить и развернуть все это по местам, можно использовать разные способы. К примеру, можно взять вот так вот черной гранью. Ну, где должна быть черная. Налево. И сделать пиф-пафы. Для этого уголка 4 пиф-пафа. Если так перехватить, вот для этого будет 2. Ну, можно использовать и алгоритмы OLL. Для мегаминкса, для 3х3, для киламинкса. Здесь сложный, мало кто его знает. Поэтому можно сделать для начала рыбку. R, U, R' U, R, O2, R'. А, рыбка. А что-то у нас было не собрано какой-то. Или я сейчас ошибся? Ну, в итоге получили вот такую ситуацию. Давайте сделаем все равно рыбку, но теперь левую. Чтобы вот эти два уголка развернулись. И вот отсюда можно опять же пиф-пафами разворачиваться в такого положения. Либо сделать галку. На киламинксе вот это вот решается галкой. Фронт. Обратный пиф-паф. Фронт штрих. Ну и углы переставились сами. Это неинтересно. Я вот специально продумывал, как бы в методе для начинающих все алгоритмы PFL свести к одному. Ну, здесь вот вообще ничего не потребовалось. Я проверил лямбды, и это можно сделать. Давайте на примере киламинкса мы это посмотрим. Какой-нибудь вот такой вот алгоритм смоделируем. Вот. Здесь лямбды не решить. Нужен другой трецикл. Но мы знаем, что лямбда переставляет уголки этот сюда, этот сюда, этот сюда. То есть, а вот эти два на месте. Ну и мы видим, что если вот этот перейдет сюда, то он станет рядом с таким же оранжевым. А это хорошая ситуация. Если есть блок, то лямбда решается за один раз. Давайте вот так вот переставим одной лямбдой. Ну, как из 3 на 3. И видим, что вот эти два оранжевых стали рядом. Ну, и еще вот здесь два розовых. Рядом оказались. Если такое случается, мы берем одним блоком к себе, в данном случае оранжевый, а другой должен быть слева. Ну, слева-сзади. Если он справа-сзади, к примеру, вот так вот, этот к себе, а этот получился справа-сзади. Нужно перехватить, ну, или повернуть в верхнюю грань, чтобы блок был к себе, а другой слева-сзади. И сделать тот же самый алгоритм. За 2-3 применения лямбды можно из любой ситуации собрать верхний слой. Делаем то же самое. Ну, либо выучить нехитрые малочисленные алгоритмы пилы. В итоге, Flower Minks, забавная головоломка, которая не очень хорошо вращается, но собирать ее немного интереснее стандартного Киломинкса. Но это при условии, что у вас версия от Хешу, где 6 цветов. 12-ти цветный Flower Minks будет собираться точно так же, как и Киломинкс. Если вдруг где-то вы видели такую головоломку, она не должна дорого стоить, можете полюбопытствовать. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.